Первый и единственный в России музыкальный, информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал, страна ФМ, один на всю страну. Телерадиоканал, страна ФМ-диапазоне. Телерадиоканал, страна ФМ-диапазоне. Рассказано больше. Продюсер, композитор, певец. Представь своих музыкантов. Вот мне посчастливилось сегодня к вам прийти в утренний эфир с прекрасным музыкантом, моим коллегой, соратником Юрием Абакумовым. Юрий, привет. Александр Ахмаев сегодня будет помогать с аритмической организацией, прекрасный барабанщик, перкуссионист и сердце нашего коллектива. Доброе утро, Саша. Первый человек, который постучался к нам в дверь сегодня, да, рано утром. Давай сразу предупредим наших слушателей, телезрителей, что у нас сегодня уже будет практически концерт живой. Ну, это, да, такой мини-концертный зал, потому что у нас хорошие старые добрые традиции. Дмитрий с музыкантами, музыканты с гитарами и сам Дмитрий с музыкантами. Саша, а у тебя что в руках, слушай, понимать? Шейкер, да, и бубен. Бубен, правильно? Паттимейкер, тебе сказали. Тамбурин, да, да. Тамбурин, точно, тамбурин. Ну что? Дима, я хочу начать наше утро с признания. Дело в том, что сегодня в студию телерадиоканала «Страна.ФМ» пришел мужчина, внешность которого я считала в своей юности. Идеальный. Вот если бы меня разбудили несколько лет тому назад, там, в три часа ночи и спросили, кто самый красивый мужчина на планете, я бы сказал, Дмитрий Лонской. Ты был всегда, не только для меня, но ты прекрасно сам это знаешь для девушек нашей страны, нашим Брэдом Питом. И вот сегодня мы с Кутузовым говорили о том, что в скором времени появится в мире такая профессия, как дизайнер внешности. Вот я бы всех, вот всех бы раскроила бы мужчину вот под тебя. Раскроила? Ты специально готовил эту речь? Я же не знаю, как это было. Это же мы в единственном экземпляре. Вот это правильно, оставайся одним таким. Я как-то пока предпочитаю все-таки натуральный путь. У меня есть пару прекрасных детей, которые у наследовали чуть-чуть. Так что думаю, что этот путь пока наилучший. Давай передадим привет твоим деточкам. Да, передаю привет. Они как раз сегодня пошли второй день в школу. Какие классы? Сложный учебный год начался. Они учатся в Риге. Это как ЦМШ, это как Центральная музыкальная школа, Эмилия Дардзини школа. Это общеобразовательная и с очень ужесточенным музыкальным уклоном. Ужесточеннейшим, да? На арфе, да. Уже пятый класс. А младший учится на ударном отделении, мучает маримбу. Я никогда такого не слышал. Мучает маримбу, надо записать. Очень красиво звучит. Вырастет, ему будут говорить, чем занимаешься? Ну, мучаю маримбу, да? И окружающих, да. Потому что ударник в семье, я его отговаривал пару лет. Но бесполезно, да? Слушай, ну ладно, ударник в семье, а старший, который на арфе играет, это тоже целая история. Это вот это вот все. Нет, все это история. Инструменты все большие, тяжелые, спина моя уже. Слушай, ну мы хорошо начали такую музыкальную семейную историю, не семейную музыкальную. О том, чем еще мучает Дмитрий своих близких. Да, и что мучает? Мы говорим чуть-чуть попозже. У нас сейчас небольшая пауза, прервемся на несколько минут и вернемся к вам. Доброе утро. Ой, ну доброе утро, как же нам хорошо, ну как же нам весело. А как же Егорова Юля счастлива этим утром. В студии вместе с нами в среду встречает музыкант, певец, режиссер, актер, продюсер Дмитрий Ланской, его музыканты, здесь Юра, здесь Саша. И сегодня же 4 сентября. Мы вчера дружно всей страной что делали? Лист вот этот вот, да? Переворачивая. В шумовой эфире пили эту песню вчера, да. Михаил Захарович. Автор слов мой очень близкий друг Константин Арсеньев. Он создал это прекрасное произведение, которое стало мемом, хитом народным. Да ладно? Да. Вот. И хотел тебя спросить, лист перевернули, соответственно, вот официально зашли в осень, но лето еще помнится, у тебя какое-то колоссальное количество событий случилось в этом сезоне, начиная от того, что вот сейчас вышел в прокат фильм «Трудности выживания». Ты являешься автором саундтреков, вообще все музыки и всего-всего к фильму, да, вот вместе с Юрой. Да, не только я композитор этого фильма, вот также Юрий Абакумов, также огромное количество творческих усилий приложил для того, чтобы все сложилось, и также Дмитрий Емельянов, это очень известный гитарист и саунд-продюсер, работает с «Зимфир» и с «Обе-две». Мы с ним уже не первый фильм делаем, сделали и «Громкую связь с ним», и «Я худею», и еще несколько фильмов. Мы в соавторстве как композиторы работаем в кино. Слушай, ну вот твоя карьера музыкального продюсера, она, конечно, впечатляет. Мы там почитали послужной список с Кутузовым. Если вот как музыканты пишут песни, мне более-менее понятно, да, они к нам приходят в эфиры, я расспрашиваю, как-то процесс, как сочиняется музыка для фильмов, это вообще для меня честно. Вот могу признаться, на всю страну вообще темный лес. Это в смысле вопрос твой сейчас был. Я хочу, Дим, я хочу дополнить, да, ты же начинал просто как музыкант. Кино, не имеющее отношения никакого. Вот когда произошел тот самый момент, когда у тебя щелкнуло, и ты понял, что музыкальная киношная история – это вот как раз то, что тебе нужно, а то, что у тебя получается. Это был 2007 год. Меня и мою жену Екатерину пригласили на проект «Универ» Слепаков, всем известный, прекрасный продюсер и исполнитель. Привет, Семен. Да, первый сезон запускался, и меня пригласили как композитора, а Катю как телевизионный режиссера. И это был первый такой оригинальный ситком, он долго очень вынашивался, делался, и после этого я всегда относился к этому. Ну, телевидение – это так, вот музыка – это, да, а вот телевидение – это не очень серьезно. Не так серьезно, да. А потом уже это все засосало, появились дети, и проект начал сменять другой. И как это получилось, это сложно сказать. Но здесь ключевое все-таки прозвучало, да? Все услышали – появились дети. Да, да, да. Появились дети, которые вдохновляют посетей. И одновременно мучение с известными музыкальными инструментами, о которых мы уже успели поговорить. Требовательные дети появились. Дима, скажи, пожалуйста, ведь не каждая же хорошая, даже очень хорошая, крепкая песня может стать песней киношной, войти в саундтрек. Правда же, да? Мне кажется, что самое главное – это для меня музыка главная. То есть я по образованию музыкант, но дело в том, что в кино музыка, она имеет оформительскую функцию, как это грубо бы ни звучало. То есть она должна работать на характер, на сценарий, на эмоцию. То есть это очень мощный инструмент, к которому прибегают режиссеры и продюсеры для того, чтобы заставить зрителя почувствовать то, что они хотят почувствовать. И этот ключ, он самый главный. То есть если ты его понимаешь не только мозгом, а сердцем, то, в общем, там больше нет никаких секретов. А ведь бывает, наверное, такое, когда музыка, в принципе, всю картину спасает и вытягивает. Конечно, я только так всем и говорю. Ты же правильно делаешь, сердце. Главное, уверенность себя становится получится. Привет, я Дима Ланской, и моя музыка вытянет ваши. Слушайте, ну нам спасать здесь нечего, у нас все шикарно, мне кажется, сегодняшнее утро началось и продолжается. Мы как раз к музыке вернемся очень скоро и, собственно, продолжим. И еще пение у нас будет, и экранные инструменты будет. И клипы еще посмотрим. Это мучение, есть такое слово? Мучение. Мучение инструмент. Но это не тот случай, мне кажется, все. Доброе утро, страна. У нас сегодня в гостях музыкант Дмитрий Ланской с музыкантами. И прежде чем мы послушаем первую песню в твоем, в вашем исполнении, песня называется «Бесконечное лето», я хочу у каждого из вас, ребят, спросить топ событий этого лета. Вот давай начнем с тебя, Саш. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, что завертел головой? Пока Саша думает, отвечает Юра. Нормальный сейчас заход был, хорошо, да, ошарашивал человека внезапно. Ну, я сейчас наслаждаюсь своей дочкой маленькой, которая растет и радует меня. Поэтому у меня событий много. То она заговорила, то она пошла. Вот, она рассказывает нам. Сколько сейчас дочери, Юра? Год и восемь. А, ну, конечно, что не день, то события. Да, вот поэтому целый год сплошные события. Слушай, когда такая маленькая дочь, это сейчас, скажу тебе, как отец, это самое интересное начинается сейчас, с двух лет. Сейчас начнется вот самое веселое. Да. Это не то, что топ... Это одно событие, которое топ-10 сразу закрывает, мне кажется. Это точно. Ну что, переходим к топ-событию Александра. Мне, наверное, как вам... Поближе к микрофону. Я знаю нам поприще, какие-то топ-события. Например, я впервые в жизни покорил концертный зал Динтери в... В Юрмале? Ух ты! Пару недель назад классно было. Это было что? Это был концерт Семена Слепакова. А! А-а-а! Ты вместе с ним выступал там. Это был я, да. Круто! Зал Динтери пал к ногам Александра Ахмаева. Это же круто, на самом деле. Покорил, как сказал. Это культовое место такое, да. Ну, я тоже так подумал. Есть в чем гордиться. Ну и Дмитрий, наконец. Да, Дим, у тебя что? Топ-3. Топ-3? Ну, наверное, это вот двухнедельный отдых с семьей, который выдался. Потому что достаточно плотный по рабочему графику оказался 2019 год. Где был? И я прям ждал этого отпуска, чтобы немножко выдохнуть. Вот я выдохнул, вернулся с наполненной силами. Это для меня самое главное событие. Слушай, да, Юль, пожалуйста. Ну, Влад, они уступают. Ну, я хотел по поводу наполненной событиями, эмоциями и отдохнувшей. Дим, вот прям вот в таком шикарном состоянии сейчас мы попросим тебя исполнить одну из песен, которые сегодня у нас прозвучат. Если называется «Бесконечное лето». Есть, мы не ошибаемся. Да, «Бесконечное лето». Автор слов Лилия Виноградова, очень известная и любимая мной поэтесса. Мне посчастливилось автор с ней написать эту песню, которую мы для вас сейчас исполним. Лето закончилось, но не в эфире «Страна.ФМ». Да, не у нас. Дмитрий Иландской сегодня у нас утром на телерадиоканале «Страна.ФМ». Поехали. А знаешь, когда-нибудь это У нашей любви на краю Твое загорелое лето Догонит надежду мою На зябком янтарном рассвете Дрожат предчувствия дня Ты выпьешь залпом горький ветер И просто обнимешь меня И тогда остановится время Все облетят календари Мы с тобою две солнечных тени Обнявшись, улетим от земли На часах бесконечное лето И в глазах бесконечное лето Мы с тобой бесконечное лето Замри Замри А знаешь, не стоит стараться Должно все случиться само Ты будешь во мне отражаться Прозрачно, бездомно, легко Круги на воде настроенья Обиды все камнем ко дну Всего лишь одно прикосновенье Откроет мне тайну твою И тогда остановится время Все облетят календари Мы с тобою две солнечных тени Обнявшись, улетим от земли На часах бесконечное лето И в глазах бесконечное лето Мы с тобою бесконечное лето Замри Смотри На часах бесконечное лето И в глазах бесконечное лето Мы с тобою бесконечное лето Замри Смотри Wow Слушайте, круто Оказалось, что и 4 сентября Тоже может быть абсолютное лето Это прекрасно Бесконечное практически Дмитрий Ланской Сегодня в эфире Телерадиоканал Страна.ФМ Здесь у нас утром Скоро продолжим Первый И единственный В России Телерадиоканал Страна.ФМ В Москве 10.29 Это утро мы встречаем Вместе с композитором У нас в гостях Дмитрий Ланской Его музыкант Саша Юрий И сейчас мы будем петь Еще одну песню Тоже лайф-исполнение Песня называется Радуйся И прежде чем ее исполнить Вот буквально пару слов А не Дим Так достаточно долго вынашивалась Как-то ни странно И сначала я написал музыку И долго не мог написать текст Куплеты Как-то не парадоксально Мы написали с моим сыном Платоном Да ты что Да А припев написал Тоже мой соавтор Максим Паршин Очень известный сценарист И креативный продюсер Мы вместе работаем в компании Good Story Media И получилась такая Ну на мой взгляд Очень интересная песня На контрапункте Куплеты и припевы Сейчас вы как раз будете Очень интересно Коротко Дим А ты сначала пишешь все-таки Как правило Слова потом музыку Или музыку потом слова Как правило Все-таки музыку Бывает Редко Что-то рождается Сколько говоря Припев Сразу с хуком Но Все-таки для меня музыка Вот первостепенна Давайте послушаем Да Юльич Для тебя сейчас важный момент Ты узнаешь Такой контрапункт Заметь Я тактично промолчала Поехали Иногда Все не так Будто бы встал Не с той ноги Лучший друг Теперь враг Не поддаст При встрече руки Я стою на краю Только бы вниз не упасть Ну за что Твою мать Мне вот такая напасть Блефы все карты Не в мать Жизни жестокий урок Лучше читать между строк Время песок Утекает между пальцев Утекает между пальцев Битца весов Не желает оставаться Каждому строк Здесь отпущен Мы будем жить Время пройдет Время пройдет Улетят на север птицы Кто-то уйдет Кто-то заново родится Только вперед Не оглядывайся Радуйся Радуйся На вопрос Как дела? Кто я такой и зачем? Нет ответа слова Потеряли смысл совсем Крик на разрыв пустоту Мелом проводит черту Палец скользит на курок Лучше читать между строк Время песок Время песок Утекает между пальцев Бьется весов Не желает оставаться Каждому строк Здесь отпущен Мы будем жить Время пройдет Улетят на север птицы Кто-то уйдет Кто-то заново родится Только вперед Не оглядывайся Радуйся 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 Это все Радуйся, радуйся. Это все, что остается, конечно. Дима, давай перейдем вот к чему. Дело в том, что клип «Жизнь в рассеянном свете» получил главный приз как лучшее музыкальное видео, я даже считаю, чтобы не ошибиться, на признешной международной премии «Лондон Интернешнл Моушн Пикчер Эвордс». Это все правда? Аплодисменты, аплодисменты. Аплодисменты, они звучат, кстати. Да, уже звучат, звучат. Спасибо, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, как все это происходит вообще? Ну вот как клип попадает туда именно? Почему именно этот клип на эту песню попал? Происходит так же все случайно. Вот просто механика процесса. Ну так же все случайно. Да, все случайно происходит. У моей жены, она режиссер, актриса-танцовщица. Как ее зовут? Проделась идея снять короткий метр хореографический. И мы познакомились и привлекли до этого прекрасную съемочную группу из Латвии. Это Янис Андреев, оператор-постановщик, Руслан Фрадкин, режиссер-постановщик. И реализовали очень для нас арт-проект, некоммерческий, очень красивую историю с хореографией в стиле модерн, контемпори и так далее. И песня «Жизнь в рассеянном свете», которую я написал, очень к этому здорово подошла как саундтрек. То есть сначала была идея некого видео, некого короткого метра, а потом все сошлось. И как раз хореография была поставлена под эту песню. И мы это все сделали на одном дыхании. И получилось то, что получилось. Нам в процессе, мы очень нравились, мы горели. И после того, как мы все смонтировали, поскольку международная команда, мы разослали на несколько фестивалей международных. И вот так посчастливилось, что нашу работу оценили прямо в Лондоне на международном кинофестивале. Вы с женой в Лондон за призом летали, в итоге полетели? Там очень смешная история была. Мы должны были лететь. Не я, к сожалению, был занят, а часть съемочной группы, режиссер. Моя жена как исполнительница главной роли. Но там произошел коллапс, и к нам он скоро сам приедет, этот приз. Потому что у нас с доставкой надо. Даже в этом случае не знаешь, что круче, поехать в Лондон самим забрать? Или когда ты сидишь в Москве, а теперь из Лондона привозят приз? Так, ну заберите уже, пожалуйста. Как зовут твою жену? Потому что жена, 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 жена. Жену зовут Екатерина Ланская. Екатерина Ланская. И Екатерину прямо сейчас мы увидим в главной роли в этом клипе. Слушайте, ну давайте к нему уже переходим, потому что так много о нем говорили. Давайте посмотрим, что же в итоге все-таки получилось, кто этот клип не видел. Итак, прямо сейчас на телерадиоканале «Страна.ФМ» Ланская. Я правильно говорю? Да, Ланская. Так, все. Ланская «Жизнь в рассеянном свете». Тот самый клип, который получил этот замечательный приз в Лондоне, который скоро приедет в Москву. Да, хореографию поставила Екатерина Ланская. Давайте будем смотреть и слушать прямо сейчас на телерадиоканале «Страна.ФМ». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Первый и единственный в России. 742-й канал Триколор ТВ. 89,9 ФМ в Москве. 102,0 ФМ в Санкт-Петербурге. В телевизионных и мобильных приложениях. Подробности на сайте «Страна.ФМ». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Один на всю страну. Телерадиоканал. Итак, друзья, доброе утро еще раз. Дмитрий Ланской и Ка. Ланской и Ка. Ланской и Ка. Вот у нас в гостях сегодня. Доброе утро еще раз, ребят. Доброе утро. Буквально пару слов, Дим, об этом клипе. Ты его примерил у нас. Это было там больше, чем полгода назад уже, да? Да, полгода назад. Причем тогда это была премьера. Сейчас эта песня уже в новом статусе, потому что тогда речь не шла о том, что она не то что победит, даже будет участвовать в этом конкурсе. Сейчас так что мы тебя хотим поздравить. Тогда поздравляем с премьерой, сейчас поздравляем уже с победой этого клипа в этом замечательном конкурсе. Ну что ж, Дима, ты занимаешься не только взрослыми фильмами, ты пишешь музыку и к детским картинам. И сейчас будет такой любопытный случай, мы услышим саундтрек к новому детскому фильму, который сниматься будет только следующим летом. А саундтрек уже есть. В общем, я говорю запутанно, объясни все, расшифруй сам, Дима. Да, вообще интересно, извини, пожалуйста, а бывает такое, что фильма еще нет, а саундтрек уже есть? Конечно, конечно. Это в порядке вещей. Это не в порядке вещей, но что является изначальным творческим импульсом? Поскольку я больше головой музыкальный человек, для меня музыка является большим творческим импульсом. Я под музыку подбираю картинки. То есть меня обычно заставляют под картинки подбирать музыку, а вот там, где это мои проекты, где я продюсер, я делаю наоборот как мне удобнее. На что имеешь полное право? А? На что имеешь полное право? Абсолютно, да. Следующая песня называется «Не запрещай себе мечтать». Так же будет и фильм называться. Нет, фильм будет называться «Сквозь лес». Это песня на очень известные стихи поэтесса Эризн, современная поэтесса. Эти стихи долго ходили по интернету и думали, что это неизвестные стихи Цветаевой. И в итоге выяснилось, что это действительно поэтесса Эризн, которая из Узбекистана, очень, на мой взгляд, яркий, энергетически наполненный текст и поэзия по-настоящему. И долго меня мучила и вот разродил себя песней. Слушай, давайте в итоге уже послушаем, что же получилось. Не запрещай себе мечтать. Не запрещай себе мечтать. Пусть не в цветном, пусть в черно-белом. Пусть открыт ветрам и стрелам. Сними замок, сорви печать. Не запрещай себе творить. Пусть иногда выходит криво Твои нелепые мотивы Никто не в силах повторить. Не береги лучей звезды Бросай направо и налево И эти странные посевы Дадут чудесные плоды Не запрещай себе летать. Не запрещай себе летать. Ты не из тех, кому разбиться Гораздо легче, чем восстан Не запрещай себе любить Мне нужно чувств своих бояться Любовь не может ошибаться И все способно искупить Не береги лучей звезды Бросай направо и налево И эти странные посевы Дадут чудесные плоды Не бойся жить, не бойся петь Не говори, что не умеешь Ты ни о чем не пожалеешь Да будет не о чем жалеть И не стесняйся побеждать Твоих врагов судьба излечит И, может быть, другие встречи Еще вас будут ожидать Не бойся в камне прорастать Под небосвод подставив плечи Пусть без мечты порой легче Не запрещай себе мечтать Не запрещай себе мечтать Не запрещай себе мечтать Именно так называется эта песня Не запрещай себе мечтать Дмитрий Ланской, замечательный музыкант Сегодня в гостях Слушай, Дим, я слушал эту песню И вдруг подумал вот о чем Давно у Брайана Адамса не выходила хорошая песня Мне кажется, у тебя есть большой шанс спасти его увядающую карьеру Настало время потеснить его Ну как-то по характеру так Слушай, ну крутая песня Очень здоровская баллада получилась А ты очень эмоциональный человек Почему спрашиваешь? Сегодня просто Сергей Лазарев утром в Инстаграме Выставил пост И он говорит, я записал новую песню И я рыдаю Он прям в кадре рыдает Все, со звукорежиссером У тебя возможно такое в твоей жизни? Вообще, когда музыка вызывает или кино слезы Это прекрасно Я, например, считаю, что пока человек может искренне плакать Вот эмоции Не только от горя А вот когда он Какое-то произведение искусства сопереживает Он живой, он настоящий То есть я, на самом деле, очень часто плачу в машине Езжу в пробках, слушаю что-нибудь Хотела бы я увидеть это зрелище А как ты смотришь фильмы, музыку, для которых ты придумал? Нервничаешь? Ну, поскольку я очень много смотрю их в процессе В разных драфтах В разном монтаже Еще не до конца готовым Конечно, у меня к этому отношение К этому нужно подключаться эмоционально И нужно верить, какая бы глупость в кадре не была И сопереживать героям Только так можно заставить зрителей поверить в то, что это тоже правда Это такой процесс, когда... Это же иллюзия Все участники, и сценаристы, и режиссеры, и актеры И я, как композитор, и музыкальный продюсер Все должны работать на чудо На некую иллюзию Сегодня случилось чудо Спасибо тебе огромное Спасибо вам, друзья Мы послушали огромное количество прекрасной музыки Но поговорить о многом не успели Поэтому мы ставим запятую И приглашаем тебя с твоими музыкантами И к нам уже вот чуть-чуть Дмитрий Ланской, Юрий Абакумов, Александр Ахмаев Спасибо вам за это утро, ребята Спасибо, ребята Огромное, приходите, пожалуйста Еще будем ждать Ну, мы с вами тоже прощаемся, Юлия Егорова До завтра, пока Пока